СПАРТАКА СПАРТАКА Первый тайм так и закончился в пользу СКОНТА. СПАРТАК, мне кажется, в какой-то степени сегодня выглядит психологически, несколько уверенным в том, что он победит, а это всегда чревато. Во втором тайме Романцев заменил Маркао на Ирисметова. Кстати, оба забили на турнире по 4 мяча. А Бугаков вышел на поле вместо Чуйса, который был менее активен, чем в предыдущих матчах. Позже еще и Грановский уступит свое место Цихмейструку, и это решит судьбу матча. Но не будем забегать вперед. Пока же Спартак продолжил осаду рижских ворот, но голкипер Пьедлс демонстрировал класс, а его партнеры тем временем несколько раз организовывали острые контратаки, заставляя Спартак нервничать и фалить, как вот в этом эпизоде, когда желтую карточку получил Монахов. До конца основного времени оставалось меньше 15 минут, когда Титов прошел по флангу, пробил, а Робсон, который вообще очень неплохо провел весь матч, четко сыграл на добивании. 1-1, и по регламенту финала украинский арбитр Сергей Шебек назначил дополнительное время. Два тайма по 10 минут до золотого гола. Кадры короткого перерыва говорят сами за себя. Финал есть финал. До серии пенальти дело не дошло. Не понадобилось и двух дополнительных таймов. За полторы минуты до конца первого Цехмей Струк, получив удобную передачу от все того же Титова, закрутил мяч в дальний угол ворот. 2-1 победа Спартака, который в шестой раз становится обладателем Кубка Содружества. Спартак, позаложенный в прошлом году традицией, переодевает принесшие удачу футболки номерами вперед. Но о приметах мы еще поговорим сегодня в нашей программе. А пока слово тренером. Всегда младшие по рангу хотят, наверное, выиграть чуть-чуть больше. В этом у нас было преимущество. Но, тем не менее, Спартак и Спартак. Классная команда, и с ними было очень нам сложно, в принципе. Я благодарен ребятам, что они сохранили интригу почти и дополнительное время. Конечно, мы должны быть в это время на сборах, тренировать технику, тактику, физику на естественных полях, работать над сыгранностью. В основном составе, посмотрите, у нас же действительно Корениченко, Безродный, Ананка, Парфенов не играл несколько игр. Все это по травмам. Это все игроки, от которых очень много зависит взаимодействие в линиях и в связках. Но, с другой стороны, я повторяю, еще не один раз буду повторять, эти турниры нужные, нужные для всех, для нас. Это праздник для футбола. Продолжение следует...